Всем привет! Вы на канале Ассоциация защиты животных и в этом видео мы поговорим с вами про уход и содержание морских свинок. Морская свинка это вид одомашненных грызунов. Продолжительность их жизни в домашних условиях составляет 5-8 лет, но иногда могут доживать и до 10. Самый лучший вариант содержания этих грызунов это вольер с площадью не менее 2 квадратных метров на пару животных. В случае трех и более морских свинок прибавляется по полметра жилой площади. Поскольку не у всех есть возможность обустроить свинкам дома вольер, большинство владельцев пользуются клетками или стеллажами. Клетка для содержания морских свинок должна быть просторной с глубоким поддоном. Рекомендуемый минимальный размер клетки должен быть от 80 сантиметров в длину на одну свинку, от 100 сантиметров на две свинки и от 120 на три свинки. Расстояние между прутьями должно быть от полутора до двух с половиной сантиметров. Некоторые владельцы морских свинок заказывают стеллажи. Их можно сделать достаточно просторными и они имеют эстетичный внешний вид. К минусам стеллажей относится то, что они не продаются в зоомагазинах, их делают под заказ. Также в стеллажах сложно убирать и при плохой уборке может появиться запах. Аквариумы, контейнеры и дюны для содержания морских свинок не подходят, из-за их маленького размера и плохой вентиляции. Располагать клетку нужно подальше от аппаратуры, батарей и занавесок. Также свинки, как и многие грызуны, боятся сквозняков и прямых солнечных лучей. Комфортная среднесуточная температура от 18 до 22 градусов. Дикие сородичи домашних морских свинок живут большими колониями. Вместе свинки ищут пищу, заботятся о потомстве, играют друг с другом и отдыхают. Свинки чувствуют только тогда себя уверенно и хорошо, если имеют возможность общаться с себе подобными. Это фундаментальная потребность этих животных. Поэтому их нужно содержать однополыми парами или группами, так как разнополая пара будет постоянно приносить потомство и это может плохо повлиять на состояние здоровья самки. Лучше всего сразу взять двух самок или двух самцов, знакомых с детства. Асоциальные свинки – большая редкость. Как правило, любую свинку можно подружить с сородичем. Главное, чтобы выполнялись три условия. Просторная клетка длиной от 100 см и более на две особи, достаточное количество еды и игрушек в двух экземплярах – гамаки, полки и трубы. Если запереть двух свинок в тесной клетке, последствия могут стать драки, несмотря на то, что свинки очень дружелюбные животные. В качестве подстилки чаще всего используют опилки, либо древесный гранулированный наполнитель с опилками или ковриком ПВХ. Использовать гранулы как самостоятельный наполнитель не рекомендуется, так как он неудобен свинкам при передвижении и при намокании распадается в труху, которая забивает легкие. Пыль, которая раздражает слизистые и дыхательные пути, может вызвать аллергическую реакцию. Кукурузный наполнитель использовать самостоятельно также не рекомендуется, так как он является таким же твердым для лап, как и гранулы. Однако его можно использовать вместе с ковриком ПВХ или опилками. Целлюлозный наполнитель подходит для засыпания вторым слоем на гранулированный древесный, чтобы было потише и помягче. Впитывает влагу хорошо, но быстро намокает. Не травмирует лапки свинок, гипоаллергенный, однако по части удержания запаха не на высоте и некоторые сорта могут пылить. Для самостоятельного использования не лучший вариант. Флис получил на западе широкое применение в качестве подстилки-наполнителя. Годится только тот флис, что на 100% состоит из полиэстера и слегка различается с обеих сторон. Не должен образовывать на поверхности катышки после стирки. Нужно иметь в запасе 2-4 комплекта, которые будут меняться в течение месяца. Можно использовать повторно и многократно. Животным такая подстилка нравится. Она приятная на ощупь и теплая, позволяет зарываться в слои ткани, имитация нор. Смотрится эстетично и аккуратно. Мочу флис не впитывает, а пропускает через себя, поэтому под флисом должен быть слой, например, древесного гранулированного наполнителя. Не экономьте на количестве наполнителя, насыпайте щедро по всему поддону клетки слоем около 5 см. Меняйте регулярно по мере намокания и загрязнения. Частота уборки зависит от размеров клетки, количества свинок и используемого наполнителя, но в среднем это 2 раза в неделю. Никогда не допускайте сырости. Моча, раздражая кожу, приводит к пододерматиту, грибку и облысению. Подпорченный сочный корм привлекает мух, которые могут запросто отложить свои яйца в наполнителе, поэтому перед подачей новой порции убирайте несъеденные. Если клетка достаточно просторная, то можно установить в ней лоток для туалета с наполнителем, однако свинки редко ходят в туалет в одно и то же место. Убирать туалет нужно один раз в день. У свинок должно быть две кормушки и сенница. В клетку лучше всего ставить тяжелые керамические или крепящиеся к бортам клетки кормушки, чтобы животные их не перевернули. Самое важное в уходе это полноценное питание. Основа питания морских свинок это трава и сено. Сено способствует не только лучшему пищеварению, но и стачиванию зубов и всегда должно находиться в клетке. Сено можно заготовить самостоятельно, либо купить в зоомагазине. В летний период свинкам нужно давать траву, собранную в экологически чистых местах. Например, календулу, мелиссу, одуванчик, подорожник и ромашку. Кроме этого, грызунам необходимо давать каждый день овощи и 2-3 раза в неделю фрукты, примерно от 100 до 200 грамм в сутки на одну свинку. Можно давать кабачок, огурец, морковь, яблоки и груши. Кормить животных нужно 2 раза в сутки, утром и вечером. Покупной корм для морских свинок можно использовать в качестве прикорма и давать 1 столовую ложку на одну свинку в сутки. Кормить этих грызунов только кормом нельзя, так как основу их питания должен составлять натуральный рацион. Желательно давать свинкам ветки для стачивания зубов, так как зубы у них растут в течение всей жизни. Можно давать ветки ивы, липы, вишни и яблони. Нельзя включать в рацион морских свинок хлеб, картофель, лук, чеснок и грибы, а также вареное, жареное, соленое, сладкое и консервированное. В клетке обязательно должна быть поилка со свежей водой. Воду нужно менять каждый день. Морским свинкам нужно много двигаться, поэтому каждый день им нужно устраивать выгул по комнате продолжительностью минимум 1-2 часа. Перед этим максимально оградите свинок от возможных опасностей. Спрячьте провода, загородите щели и места, к которым не хотите, чтобы свинка имела доступ, уберите все съедобное и несъедобное, что опасно для свинки. Доступ к еде и воде обязательно должен сохраняться и во время выгула. Не забудьте постелить на пол плед, так вы убережете пол от испражнений животных. Некоторые окупают морских свинок, но делать это без необходимости не нужно. Мытье нарушает кислотно-щелочной баланс кожи, делая ее более уязвимой для кожных заболеваний, например таких, как перхоть или грибок. К тому же это огромный стресс для животного. Моют свинок в случае крайнего загрязнения, а загрязнения происходят в большинстве случаев от неправильного содержания. В природе животных никто не моет, но они чистые. Чистота свинки зависит от слоя наполнителя не менее 5 см, частоты его смены и размеров клетки. При хороших условиях животных вообще не нужно будет мыть. Если это видео было для вас полезным, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик, чтобы узнавать о выходе новых видео.